Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своём канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Я вам уже показывала несколько видео из немецкой Слободы, с улицы Бауманская и прилегающим к ним переулком. И вот я вам рассказывала про старотирочный переулок, про здание, которое здесь находится. Но вот об этом здании я вам не сказала и не показала, только потому что вы видите, как оно выглядит. Оно здесь находится за строительством нового дома, и к нему подойти практически невозможно. Но я всё-таки решила вам его показать, потому что у него интересная история, это интересное здание, и поэтому хотя бы в двух словах, в маленьком видео, я вам о нём расскажу. Ну и, конечно же, снять я его нормально не смогла, поэтому я вставлю фотографии. Сразу скажу, что адрес здесь двойной. Это Бауманская, 53, и старотирочный переулок, дом 6. Палаты Ван дер Гульста. Надо сказать, что эти палаты являются единственным архитектурным памятником 17-го столетия, отражающим градостроительную архитектуру немецкой слободы города Москвы до Петровского времени. Древнее ядро этого строения вбирает два нижних уровня с сохранившимися сводами в полуподвальном помещении и на первом этаже, причём подклетная часть здания из белого камня, укрыта двухметровым культурным земляным слоем. Эти палаты прекрасно сохранились и, предположительно, были построены в 1690-е годы. В Петровские времена уже тогда палаты реконструировали вот так вот по тогдашней моде. Именно в то время главный фасад обработали в стиле Нарыштинского барокко, а оконные проёмы и портал получили белокаменные наличники, а также оконные колонки. В 1969 году строения по Бауманской 53-6 тщательно исследовали и отреставрировали. Но, конечно же, с тех пор уже требуется опять ремонт, и в то время реставраторы решили, что палаты изначально построили как съезжую избу, то есть некий административный центр местной немецкой слободы. Как бы там ни было, но документально прослеживается лишь то, что дом всё-таки был жилым на протяжении сотен лет. По одной из городских легенд, этот дом приписывают владелицы Анне Ивановне Монс, фаворитке, а, проще говоря, любовнице императора Петра I. Подтверждающих документов этому нет, но семейство Монсов действительно проживало в этом московском районе. История дома становится известной с 1706 года, когда хозяином владения являлся придворный дортер голландского происхождения Ван дер Бульст. Интересно, что к этой дате Петр I уже прекратил отношения с Анной, с которой он расстался ещё в 1703 году. Ближе к 1750-м годам местные палаты находились в собственности полковника в отставке Азнабишина, а к концу этого же столетия – некоего иноземца Витмана. В 1800-х годах владение принадлежало Якову Граве, царскому камерфурьеру. При советской власти дом номер 6 в Тортирочном переулке или на Бауман-153 сначала был жилым, а потом здесь разместилась медсанчасть НИИ, на территории которого палаты сегодня и находятся. К сожалению, свободного доступа к ним нет из-за режимности этого института. Правда, во время строительства в 1988 году на объекте нового многоэтажного здания перед памятником архитектуры в нём была предусмотрена проходная арка со стороны переулка, но к настоящему времени она наглухо закрыта. Я, честно говоря, тоже на плане эту арку увидела и очень надеялась, что можно будет туда зайти, но, увы, там действительно глухие ворота, и можно зайти только по пропускам через специальную дверь. Ну, вот так вот видите сбоку. Вот здесь строится большое многоэтажное современное здание, и вот так вот сбоку я смогла это здание всё-таки заснять для вас и посмотреть, конечно же, самой. Не знаю, уж жила здесь Анна Монс или не жила, но, тем не менее, как памятник архитектуры это здание, конечно же, представляет собой большую ценность, и, конечно же, оно сейчас не в самом лучшем состоянии, надо прямо сказать, но за 50 лет уже тоже, наверное, обветшало и, наверное, опять требует ремонта, но так как доступа к нему нет, я не знаю, что с ним будет дальше, но главное, чтобы не сломали, и уже то хорошо, что это здание новое строят, не сломав, конечно же, к счастью, не сломав, это эти старинные палаты. А уж там чьи они были, и были ли это палаты Анны Монс, это уже не важно. Конечно же здесь жил Вандергульст, ну, в общем, это уже дело десятое, поэтому я просто хотела вас познакомить вот с этими палатами более подробно, а не вставлять это в общий старокирочный переулок, в общий видео. Ну вот и всё на сегодня, всем большое-большое спасибо за просмотр этого видео, я жду вас на своём канале, как всегда, приглашаю вас подписаться, поставить лайк, и всем желаю, как всегда, всего самого-самого доброго, самого хорошего. Вы видите, сколько в Москве всего интересного, и можно бесконечно искать и находить новые и новые интересности. Всем большое спасибо, до свидания, всем пока-пока.